Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к делу и начать с рынка нефти, который понемногу, но восстанавливается. 63.35 это котировки, которые мы наблюдаем в данный момент времени. Стоит признать то, что на рынке довольно интересный фундамент, связанный с нефтянкой. Я напоминаю, что если говорить про события ближневосточного характера, это сбитый беспилотник Ирана, в чем, правда, Иран не признается. Это захваченный танкер британского происхождения. Явно, друзья, это новостной фон, который заставляет удерживать нас на рынке. Риск того, что в этом регионе вполне возможно реализация последствий перебоя поставок. Это самый важный катализатор, фактор роста цен на рынке черного золота, который мы ни в коем случае не должны убирать сейчас никуда. Он вообще должен быть центральной темой, если для вас рынок нефти, бренд WTI являются теми активами, которыми вы спекулируете прямо в данный момент времени. Если отмечать иные факторы, которые, в принципе, также влияют на котировки черного золота, я напоминаю, что мы периодически слышим с вами комментарии представителей Федрезерва, которые продолжают анонсировать фактически неизбежное снижение ставок на следующей неделе. Это фактор снижения курса доллара и также потенциальный фактор поддержки для рынка нефти. На этой неделе я предлагаю, друзья, сфокусироваться все-таки, опять же, на рисках ближневосточного характера. Самое интересное, что, возможно, уже сегодня мы точно узнаем, кто будет новым премьер-министром Англии. И, учитывая то, что в этом инциденте с захватом танкера на Ближнем Востоке в нем фигурирует и Британия, очень интересно послушать практически радикала Бориса Джонсона, который уже готовит всех к тому, что он притворит в жизни, реализует сценарий жесткого Брекзита. Может быть, это второй, друзья, Трамп, который будет также довольно жесток в плане геополитики. И, соответственно, если это так, мы сможем убедиться в этом в самое ближайшее время. Поэтому, если кому-то хочется убрать про запас уже риски ближневосточного характера, ни в коем случае не делайте этого, друзья, потому что нельзя сейчас недооценивать фон именно такого масштаба. Также хочу отметить, что мы, безусловно, продолжим следить за данными по запасам нефти в США. Конечно же, это уже не такой крутой фундамент, как Ближний Восток и то, что там происходит. Но все равно статистика у нас неизбежна. Впереди мы традиционно обращаем на нее достаточно много внимания. И, соответственно, если и на этой неделе мы признаем и поймем, что нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе еще не полностью оправились от последствий шторма, то быть снова данным со знаком минус. Это еще один фактор потенциального роста. В этой связи я считаю, что у нас есть очень хорошая база. Это оцепляться снова за длинные позиции и за идею того, что бренд окажется выше 65 долларов за баррель. Доллар иена 108.13 оказались мы выше планки 108. В частности, рост американского доллара может быть связан с комментариями Джеймса Булларда, который снизил ожидание того, что ФРС может агрессивно снизить процентную ставку уже в следующую среду. То есть, вместо предполагаемого снижения на 50 базисных пунктов, Джеймс Буллард все-таки предлагает готовиться в лучшем случае к снижению ставки на 25 базисных пунктов. Но я думаю, что даже снижение ставки на 25 базисных пунктов это все равно тот самый фундаментальный шаг, который укажет доллару только лишь на одну дорогу, дорогу вниз и ослабление его позиций. Я думаю, что, друзья, даже большая поддержка для доллара на текущий момент связана с якобы комментариями о том, что США и Китай готовы вернуться к переговорам. И есть даже информация о том, что манученный Лайтхайзер, который, по сути, возглавляет делегацию переговорщиков от США, отправится на следующей неделе в Китай, чтобы снова попробовать договориться. Но сколько раз уже было подобных поездок, сколько раз мы пытались перейти на сторону оптимистов и поверить то, что торговую войну удастся миновать. В итоге ВОЗ и ныне там, друзья, как я уже отмечал, ситуация в целом не меняется. И мы говорим про довольно серьезный, затяжной, фундаментальный риск. Это слабость мировой экономики, и эта слабость как раз сейчас провоцирует трейдеров на уход в защитные активы, к которым относятся иена, франк и золото. Но поскольку за последнюю неделю все-таки новостной фон улучшился, и мы получили комментарии о том, что США и Китай все-таки думают о том, чтобы сесть за стол переговоров, конечно же, это позволило несколько покупателям доллара перехватить инициативу покупателей иены. Но не думаю, что это будет продолжаться долго, потому что все-таки поджимает у нас еще риторика ФРС, которая определяет сценарий более мягкой монетарной политики, неизбежно связанной только с слабым долларом. И вчерашний комментарий Трампа с очередной критикой на ФРС о том, что они проводят абсолютно неверную политику. ФРС заставляет сейчас домохозяйство жить в условиях высоких процентных ставок, тогда, когда на рынке господствует нулевая инфляция. Это вообще страшная экономическая ошибка. Но думаю, что Трамп, в конце концов, можно сказать, уже добился своего. Он через какие-то дополнительные витиеватые ходы, но все равно смотивировал в начале этого года ФРС все-таки встать на путь проведения более мягкой экономической политики. Поэтому, друзья, не обращаем внимания на то, что доллар сейчас против иены растет. Это временное явление. Мы очень скоро снова пойдем вниз с прежними ориентирами ниже 107. Евро против доллара 1.11.91. Ждем четверг заседания Европейского центрального банка. Ждем детали по снижению процентных ставок. Ждем планы на сентябрь. Также конкретику по перезапуску программы количественного смягчения. Я, с вашего позволения, все-таки про евро... Давайте мы поговорим детальнее, но не сейчас, а вот непосредственно уже в четверг. На брифинге так будет более правильно. Сейчас посылы, я думаю, ясны. Мы рассчитываем на сигналы смягчения экономической политики. Евро уже снижается. Мы снова протестили поддержку 1.12. Но самое главное, чтобы этот тест сейчас оказался успешным. И пара претендовала на еще более глубокое снижение. Фунт против доллара 1.24.56. Я уже отметил, что, возможно, сегодня мы уже точно узнаем, что Борис Джонсон является новым примером Англии. Повторяю, что Борис Джонсон нам сейчас интересен тем, что мы сразу же вернемся к тематике жесткого Брекзита. И я думаю, что фунт своей динамикой нам покажет, какой для него является приоритетным следующий ориентир. Но я думаю, что будут созданы условия для дальнейшего снижения. Австралийцы против доллара. Мы скорректировались с локальных максимумов в районе 0.70-0.50. Подбираемся снова к планке 0.70. И ждем чуть-чуть вверх, который будет важным и для австралийского доллара. Потому что тогда будет выступать Филипп Лоу. Я вчера отмечал, что его риторика может быть направлена на подтверждение для Резервного банка Австралии жесткого ориентира на снижение уровня безработицы. То есть сокращение количества свободных трудовых ресурсов. Это возможно сделать только лишь посредством на текущий момент смягчения экономической политики и снижения ставки. Поэтому любой акцент в сторону того, что Резервный банк Австралии остается на пути агрессивного смягчения, его будет достаточно, чтобы мы снова оказались ниже планки 0.70. Доллар канадец 1.31.34. Друзья, канадский доллар продолжает терять. Пытались мы найти триггер для мощного роста в данных по роничным продажам. В инфляции в итоге не нашли. И какие-то оптовые продажи, которые вчера вышли. Совершенно третий сортный отчет оказал вот этот мощный эффект давления на курс канадца. В целом мы сейчас видим то, что пара восстановилась. Доллар канадец уже больше, чем на фигуру. С начала торговой недели. Оптовые продажи вчера, повторюсь, снизились на 1.8% в месячном выражении против прошлого показателя роста на 1.6%.